МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Малая Родина. Пыль с толбом, стрекот моторов, адреналин и напряжение. Это Мотокросс. Мы находимся в Крестецком районе, на одной из лучших трасс северо-запада – Березовая гора. Эту трассу в живописном лесу сразу за поселком Крестцы проложили еще в 90-е. Ее сразу же включили российский календарь соревнований, и в 96-м году здесь даже провели Суперкубок страны. А затем был долгий перерыв. Крестецкий Мотокросс возродился только через 10 лет – в 2006-м. И с тех пор проводится регулярно. Причем дважды за лето – в июне и в августе. Народ приехал, молодцы, и с Московской области, и с Мурманской области. И с Мурманска приехали. Из Твери, Санкт-Петербурга, Ленинградская область. Это как родная уже область. Мы туда ездим и сами на тренировки, и на соревнования. Как бы дружно живем. Вообще Крестецкая трасса, она считается самая такая интересная. Тут такие элементы есть и Суперкросса, и Скоростные классические. Так что она всем нравится приезжать. В этом году даже приехали люди, которые ни разу не были. Это вот Костромская область, такие Ярославская. Всем нравится. Мотокросс в Крестцах – это визитная карточка, как они говорят сами. Да, Крестецкая трасса – хорошая трасса. И подготовка, когда у них все время, как бы, и подготовка трассы замечательная. И местоположение учитывается, что все-таки люди приезжают не только посоревноваться, но и отдохнуть. Гостей действительно всегда много. Сегодня, например, в официальной заявке 112 гонщиков. География тоже весьма обширная. И при этом только на северо-западе гонки идут. Чуть ли не каждую неделю. И зимой, и летом. А ведь в других федеральных округах свои насыщенные календари. Но Новгородскую область любят. Приезжают и в Старую Руссу, и в Крестцы. И в начале июля все собирались в Боровичи. Но этот старт придется отложить. Дня Металлурга не получилось. Но у нас планируется гонка, но, наверное, в сентябре. У нас в Боровичах пока под вопросом. Потому что вот как бы на протяжении почти 10 лет комбинат проводил гонки, а в этом году что-то как-то не получается. В этом году зимой мы на Масленицу провели Кубок Новгородского Кремля. И всем понравилось. Много зрителей было. Много зрителей. Мы не ожидали такой ажиотаж зрителей. Всю Масленицу оттянули на себя. Потом жаловались на нас. Ну, всем понравилось. Всем приезжали. Трасса такая простенькая была. Но всем понравилось. На пляжу Новгородском. Сейчас проводят, но уже не такого, может быть, размаха и масштаба. Потому что очень дорого. Все это. Ну, и гонки проводят. С Сар-Руси уже была гонка в этом году. Весной была гонка. В Сар-Руси две будут гонки. Ну, скорее всего, да. Вот у нас мы на сентябрь планируем. Вот здесь в Кресах. А так экономически дорого. Рады бы. Гонки проводим такие, как сказать, между собой. Их проще и выгоднее проводить. Потому что приезжает тот же состав. Но затрат поменьше. Потому что если делать официально, вы сами понимаете, это надо судьи, ограждения, оцепления, скорые. А так вот собрались все местные. Скинулись там на судейство, на флажковых покатали. Ну, Сарикросс, как это в Финляндии называется. На этот раз заезды уже в первой половине дня вывелись из графика. Дело в том, что на официальных соревнованиях постоянно должны дежурить бригады пожарных спасателей и скорой помощи. А медикам дважды пришлось отлучиться. Отвезти в больницу пострадавших гонщиков. У меня один шуруп только. А, остался? Остался. Остальное сняли, да. Спасибо новгородским докторам. Нет, сейчас была операция на колено у меня, мениск вырезан. Но это не травма, не спортивная была. Чтобы не пугались, что спорт травмоопасный. Эта травма была бытовая. Подскользнулся зимой. В прошлом году здесь участвовал. В этом году вот пока не получается. Дети все время наседают. Когда-когда тренировка к дечению, сам не могу подготовиться. Без подготовки страшно. От травмы не отошел так, чтобы серьезно заняться. А травму получить, ну, как говорится, без подготовки это легко. Еще недавно Алексей Цхай называл себя в шутку железным человеком из-за обилия металлических штифтов в организме. Травматологи его ругали, но он все равно выходил на трассу. Изменить любимому увлечению пришлось только ради своих юных подопечных. Тяжело совмещать тренерскую карьеру со спортивной. Мы сейчас приехали таким молодежным составом. У меня визы нету. Мотокросс отнимает с избытком. Это кажется, что так легко. На самом деле, вот представляете, ребенок весит 30 килограмм и мотоцикл 60. Вот он его тягает. Это ладно взрослый, я вешу, например, там под 80 килограмм и мотоцикл 100. Примерно где-то разные условия. А он 30 весит, а мотоцикл 60. Два раза больше его, как слон. Так что физически очень сильные нагрузки. Ну, мы занимаемся, как бы, бегаем, я их заставляю. Мы бегаем перед тренировками, там, какие-то упражнения делаем, растяжки. И, то есть, чтобы хоть заезд выдерживали. Еще один представитель Боровичей, Глеб Антонов, в креслах отлично проявил себя среди юношей. В классе до 85 кубических сантиметров. Оба заезда он провел уверенно и четко, ни на секунду не дав усомниться в своем преимуществе. Хотя соперники были непростые. Вообще, гонщики у нас подрастают сильные и в Валдае, и в Новгороде, и в первую очередь в Боровичах. Где сейчас занимается сразу пять мальчишек, и результат дают неплохой. В прошлом году Елисей Орешкин стал чемпионом России. Глеб у нас выигрывал чемпионат Северо-Запада и по Суперкроссу. Сергей Богданов 85, Суперкросс третье место занял. То есть, у нас дети достаточно сильно едут. То есть, даже не на фоне области, а на фоне России. Так что, у нас достойная смена есть. То есть, мне уже не стыдно. Мы сейчас стараемся подтянуть мальчишек. Вот именно молодое поколение, на которое можно будет воспитывать молодежь, гонщиков в Новгородской области. Сейчас в Боровичах неплохие гонщики ребята есть, молодцы. Занимают первые места и по России, и по Северо-Западу, и друг к другим областям. Воспитываем молодежь, чтобы было на кого положиться в будущем. Просто если сейчас не заниматься этим, у нас не будет гонщиков. Сын Эдуарда Данилова продолжает династию мотогонщиков. Впервые сел на байк еще в 4,5 года. В 5 лет участвует в соревнованиях. Отец привез его в кресло, но на сложную трассу не выпустил. Ограничился наблюдениями за будущими соперниками. У Семена пока восстановительный период. Ну, здесь много новых элементов, которых он еще не знает. Были элементы другие совершенно, а сейчас элементы другие, как бы, присутствуют. И, как бы, ну, нежелательно сейчас. Он их не знает просто-напросто. Решили не рисковать. Потому что он еще не готов, он сырой еще, мальчик, как бы, тренировок мало просто. У него была серьезная травма позвоночника в прошлом году. Но благодаря многим помощи многим людям он восстановился. И сейчас вот готов к тренировкам. И сейчас стараться участвовать в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Готовиться вот к ним. Самые зрелищные гонки с высокой скоростью и эффектными прыжками традиционно у взрослых спортсменов и юниоров. В открытом классе единственный представитель нашей области, 19-летний Даниил Юдин, сошел с дистанции еще в первом заезде. Зато среди юниоров правичанин Сергей Богданов стал вторым. За что получил небольшой нагоней от тренера. Он, как говорится, не рассчитал на весь заезд силы. С первых кругов начал быстро ехать, а под конец подскиз. То есть надо уже тоже головой понимать, думать, ну, как бы стратегию свою, чтобы под конец заезда, чтобы сил хватило. Гонка начинается, вот особенно по такой трассе Крестецкой, она выбивается. После второй половины, кто больше подготовлен физически, тот и выигрывает. После профессионалов на трассу выходят ветераны и любители. На самом деле это почти половина всех участников соревнований. Около двух десятков спортсменов, которые уже в силу своего возраста не могут соперничать с молодежью и более 40 любителей мотокросса. Тех, кто нуждается в адреналиновой встряске и предпочитают получать ее в специально оборудованном для этого месте. Не ставя под угрозу жизнь других участников дорожного движения и не нарушая покой отдыхающих граждан. После елки садишься в машину, думаешь, что нафиг это, нафиг два колеса. Тихонечко, тихонечко в правый ряд и едешь, тарахтишь, и такое удовольствие получаешь. Потом кому-то локсикоз опять выявляется. Уже все всем доказало, что можно, да, выезжаешь на трассе, я всем доказал. Нет смысла гонять на трассе и соблюдать, нужно соблюдать правила дорожного движения и не рисковать там, где это не требуется совершенно. Ну, любитель, это вот, например, у человека было в детстве, он хотел заниматься, но не было возможности. Сейчас он стал взрослым, у него появилась финансовая возможность, купил мотоцикл. Но уже, как в детстве-то, он не поедет, потому что он уже взрослый, у каждого животики появились, там, страх какой-то ему уже, там, к сорока годам. И вот он катается для себя, вот собирается в такие компании. Это очень развито, кстати. А опен это уже типа, да? Опен это уже, кто серьезно занимается, едет по соревнованиям, тренируется раза два-три в неделю. А любительские гонки, это вот гонщик выходного дня. Вот, после работы приехал, шашлычок, мангальчик, покатался, пивка попил, домой счастливый, все здорово. Сегодня первая тренировка и сразу гонка, в этом году еще не удавалось. Третий приехал, третий приехал. Нет, приехал седьмой, поэтому... Хотел быть третий. Есть над чем работать, да, потому что мы не тренируемся, мы его только лежим на диване, а потом приезжаем и гоняемся. Нет, нет. Ну, я, я, да. С появлением малыша, да, немножко приоритеты сдвинуть в другом направлении, поэтому сейчас больше... Тяжелее выбраться времени, да. Жене и сыну привет передай. Да, 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 ну, если покажут, да, Олесечка, Макс, привет, все, я вас очень люблю, да, стараюсь, прям стараюсь, да, как могу. Просто очень... Я сюда сбежал отдохнуть на пару дней. Да, да, вырвался вообще, да. Ну, просто много увлечений, когда есть и кайтсерф, и вейкборд, и мотокросс, и велосипед, вообще. Всем увлекаешься, мало времени на каждое выделенное увлечение. Олег, Евгений и вся их многочисленная московская компания увлеклись мотокроссом всего лишь несколько лет назад. На гонки ребята выезжают не так уж и часто, но именно крестецкие соревнования они стараются никогда не пропускать. Мы сюда ездим уже третий год, нам показал это место тренер, нам понравилось, и вот выезжаем сюда. Да, третий год, ну, два раза за лето приезжаем где-то так. А, два раза за лето, да? Да, здесь очень хорошо, ну, трассы, хорошее покрытие, лес кругом, балдай. Мы сюда приезжаем сразу на 3-4 дня, вот, из Москвы, ну, на уикенд, большой. Помимо отличной трассы и шикарной природы, Березовую гору отличает прекрасное расположение. Сюда вроде как из северо-запада удобно ехать и из центральных регионов. Даже в пределах нашей области она в этом смысле идеальна. Хотя настоящим профессионалам и фанатам мотокросса расстояние не помеха. Вечером приезжаем, вот, разбиваем лагерь. Все здорово, дети сами по себе там играют, бегают. Родители сами по себе, каждый по интересам. Так что, кочевая жизнь, как в таборе. Ну, у нас в прошлом году пробеги были очень большие. Ну, да, как можно сказать, как цыгане. Кочуем. Ну, а что, уже привыкли. Уже это как в крови, как вот рыбалка, охота. Люди уже выходные не могут. У нас папы тоже уже привыкли настолько, что выходной уже надо куда-то что-то. Если даже гонок нет, то мы у себя катаемся. Ну, как мотокросс проводим, такие минимум заездики, все такое прочее. И детям нравится. Они хоть при деле, по крайней мере, не шляются по городу, не носятся. Там где-то по дворам не хулиганят. Они с родителями под присмотром. Самое главное, что дисциплинируют это очень. По городу не гоняют, не носятся на этих на питбайках, там да на всем. Есть куда потратить энергию. После обеда в большом лагере мотогонщиков атмосфера начинает напоминать огромный массовый пикник. Спортсмены один за другим завершают соревнования и расслабляются. Кто-то уже собирается в дорогу, победители ждут заслуженных наград, остальные просто отдыхают, восстанавливая силы и растраченные на трассе эмоции. Ну вот уже через пару часиков пройдет награждение. Команды соберутся и разъедутся по городам и весям. Ну а через недельку этот табор соберется где-нибудь в другом месте, ну может быть в несколько ином составе. Кочевое племя мотогонов всегда в пути. Это все, о чем я хотел рассказать вам сегодня. Наши путешествия по области продолжатся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова